Добрый день! Сегодня 8 июля, сегодня четверг. И сегодня я буду разговаривать с выпускником университета Уорик, с нашим студентом, с Каримом. Добрый день, Карим! Добрый день! Как у вас дела? У меня хорошо дела, спасибо! Карим, правильно я сказала, что вы выпускник, вы уже закончил университет, вы уже сдали все экзамены? Да, я только что закончил, я изучал право, но как вы, наверное, слышите, я все три года тоже учил русский язык. Я не планировал делать это до того, как я поступил в университет, но когда я приехал, я принял решение изучать не только право, но и язык. Отлично, хорошее решение. Да, хорошее решение, думаю. Карим, вы родились не в Англии, я знаю, что вы родились и выросли на Кипре. Почему вы решили поступать в университет Уорик? Хорошо, честно говоря, это не был мой первый выбор, но в конце концов мне пришлось выбрать между Уориком и Лондоном. И я выбрал Уорик отчасти из-за географии. Я не хочу жить в большой городе, пока у меня нет большой зарплаты. Я очень рад, что я сделал этот выбор, и я не думаю, что я бы изучал русский язык, если бы я поехал куда-нибудь дешево. Но если вы спросите, почему я поступил в университет здесь, в Англии, это очень интересный вопрос. Для большинства студентов на Кипре приехать в Англию, чтобы учиться, было как нормальным явлением. Это не так дорого, и большинство школ на Кипре делают A-levels, поэтому мы уже привыкли к английской системе. Но теперь все изменилось. После Брекста сейчас кипрские студенты при детях платят намного больше. В будущем, не думаю... Хорошо, мы уже знаем, что не так много студентов будут в университетах здесь, в Англии. Но я не думаю, что это так уж плохо. Университеты на Кипре сильно улучшаются, и есть другие возможности в Европе, например, в Голландии. Думаю, что это не так дорого даже. Но, конечно, будут большие изменения. Почему вы решили изучать русский язык? Я знаю, что вы полиглот, что вы говорите на нескольких языках. На каких языках вы говорите вообще? И почему русский? Во-первых, я говорю по-английски, конечно. Это, наверное, мой родной язык, но мое первое слово было на арабском. Это интересно. Но из-за школы, из-за университетов, из-за того, что моя мама из Англии, мой родной язык, это безусловно английский. Но я тоже говорю по-арабски, по-испански и чуть-чуть по-гречески. И я решил выучить русский язык. Как я уже сказал, я не планировал сделать это, но когда я приехал в университет, юридическую факультет нам дали как друг на второй курс, которому мы могли бы задать вопросы о нашем курсе. И она мне сказала, что хорошо, это право, это, конечно, есть много работы, много работы, но у вас будет много свободного времени. У вас будут некоторые возможности расслабиться и так далее, и так далее. И мне это было не нужно, потому что я не сразу поступил в университет после школы. Я путешествовал по всему миру. Поэтому у меня была возможность расслабиться. Поэтому я подумал, что могу лучше использовать время, и поэтому я спросил, можно ли изучать русский язык. И я до сих пор помню, вы с Сашей были очень привлеклевы, когда я спросил. И да, вот мы три года спустя. Да, это очень хорошо, я очень рада. На самом деле, Карим изучал русский язык с нуля в университете Морико. Да, с нуля. В общем, я ничего не мог говорить до университета. Блестящие результаты, и я очень рада, что я учила Карима. Спасибо, спасибо. Карим, и так, сколько лет вы изучали русский язык? Три года, правильно? С нуля в университете Морико. Три года. Расскажите, что вы думали раньше о русском языке, и что вы сейчас думаете о русском языке. Изменилось ли ваше представление? Хорошо, да. Да, я пределно не ожидал, что русский будет таким сложным, как он ест. На Кипре, где я врос, есть много людей, которые говорят по-русски. И поэтому, хорошо, я не подумал, что будет легко, но я не думал, что может быть очень-очень трудно. Но это, конечно, они говорят по-русски, из-за того, что это их родной язык, да? Для меня было сложно. Но что было тоже очень интересно, наблюдать, как мои русские друзья также осознают, насколько трудно их язык, да? Я иногда просил их помочь. Никто не мог объяснить мне грамматику. Они просто говорили, вот как это, извините. Поэтому, да, это сложно, но, как и все, просто нужно доработать. Карим, как вы изучаете русский язык? Какой секрет? Вы очень хорошо говорите, мне очень нравится ваше произношение. Спасибо. Вот, и большой, у вас большой словарный запас. Как вы изучаете русский язык? Понятно, что в университете у вас преподаватели, мы делаем проекты и так далее, какие-то работы. За пределами университета, как вы изучаете русский язык? Я не думаю, что следует спрашивать у меня секрет. Может быть, лучше спросить Джона Уоррена. Нет такого секрета. Вам просто нужно захотеть выучить язык. Если вы не хотите, потом будет очень сложно заставить себя выполнить достаточно работе. И это, думаю, что это была моя проблема тоже. В начале третьего курса я понял, что в первые два года я не работал с толком, сколько мне нужно, чтобы хорошо обладать языком. И я разговаривал сам с собой. И я понял, что хорошо, это будет очень-очень важный год, если я хочу, чтобы мой уровень на русском будет полезен. И что значит полезен? Значит, что не только, чтобы говорить друзьями, хорошо, я учусь говорить по-русски, они ответят, о, смотри на глупые англичане, которые говорят по-русски. Но это значит, что я думаю, что язык является полезным, если ты можешь общаться с людьми, которые не говорят по-английски, которые толком говорят по-русски. Поэтому я много работал, я больше работал в третьем курсе. И да. На самом деле, Карим работал на первом курсе, я учил на первом курсе Карима, тоже хорошо работал. Карим немного скромничал. Мне кажется, он всегда хорошо работал. Спасибо, спасибо. Но мотивация всегда нужна. Я согласна. Потому что я всегда хотел говорить по-русски. Хорошо. У меня была проблема, что я боялся ошибаться. Я боялся показать глупее. Поэтому я не хотел говорить. Я постепенно понял, что я всегда буду ошибаться. Я не могу учиться пять или шесть лет, чтобы свободно и отлично говорить по-русски. И я не хочу, потому что я не буду стать переводчик. Да. Но я дешево ошибаюсь. Но разница, что мне все равно сейчас. И я думаю, что лучше говорить и ошибаться, чем не говорить. Я согласна абсолютно. А еще есть такая хорошая пословица русская. На ошибках учиться. И то есть, чем больше человек делает ошибок, тем он лучше запоминает какую-то фразу. И вообще, я считаю, что изучение иностранного языка невозможно без ошибок. Да. Это хорошо. Я думаю, что это абсолютно невозможно говорить по-русски, например, если ты не практиковаешь каждый день. Ни один раз в неделю не можешь толку сделать домашнее задание и что-то. Надо каждый день практиковать. Вообще, мне очень понравился метод Карима. Он сказал, что он говорит сам с собой. Я считаю, что это надо взять на заметку. и попробуйте попробуйте тоже говорить сами собой дома. Я тоже иногда так делаю. Иногда, может быть, кто-то думает, что я сумасшедшая. Я так делала тоже с итальянским. Хожу дома и говорю по-итальянски, что я делаю. Да. Когда вы говорите вслух, вы лучше запоминаете, вы слышите себя. Хороший очень способ. Какие фильмы, сайты, книги вы можете посоветовать студентам, которые изучают сейчас или которые начнут изучать сейчас? Хороший. Хороший. У меня есть хорошая база. Теперь можешь смотреть фильмы или сериалы. Я думаю, на YouTube есть отличный сериал, который называется «Нюхаж». И это не только интереснее, но с английскими субтитрами. И это бесплатно, потому что это на YouTube. Я тоже слушаю русскую музыку в основном русский рэп. Я думаю, что это больше всего помогает улучшить акцент. Потому что мы не так часто в классе говорим о наркотиках или убийствах. Словарный запас. Не так важен. Не так важен. А музыка, конечно, важна для произношения. Да. Следующий вопрос. Вы сказали, что важно говорить с носителями. Мотивация. Одна из причин, по которой вы изучаете русский язык, чтобы говорить с носителями русского языка, с русскоговорящими, которые не знают английского языка. А вы уже были в России, вы уже путешествовали, если вы были, где вы были, расскажите немного о путешествиях по России. Я был один раз в России. Целую поездку был смотреть чемпионат мира в Москве. Но в Москве я там был с моим другом, и он из Кирова. Поэтому мы тоже там были. Я был, наверное, первый турист в истории в Кирове. Это очень-очень. Москва и другие регионы России, как вы, наверное, знаете, они очень разные. Мне очень понравилось в Кирове. У нас было как очень традиционный русский обид. Мы пули самогон, ходили на рыбалку. Легко могу сказать, что время, проведенное в России, побудило меня начать изучать русский, когда я... А, то есть вы ездили еще до того, как начали изучать русский язык. Это был чемпионат мира в Москве. В 2018 год. Кто в Европе? В Франции. Хорошо. Ладно, я никогда не была в Кирове, но маленькие города, небольшие города мне нравятся. У меня родственники живут в Рязани. Это... Я тоже привык к маленькому городу, поэтому я согласен. Ну, я не скажу, что, например, Рязани это очень маленький город, но тем не менее, города, которые не миллионы, не Москва. Да. Другие города довольно интересные в России. Да. Карим, планируете ли вы снова поехать в Россию? Какие города вы хотите посмотреть? Какие места хотите посетить? На самом деле, да. Я хочу посмотреть, если возможно устроиться на работу в Москве или в Киеве. Я знаю, что это в Украине, но... просто потому, что я думаю, что было бы очень интересно. И я тоже хочу увидеть Владивосток из-за того, что... Мы хорошо знаем, что Россия самая большая страна в мире, да. Но я не думаю, что люди понимают, насколько она большая. Да. Вы знаете, что полета из Москвы во Владивосток длится почти 9 часов. Это на час дольше, чем рейс из Лондона в Нью-Йорк. Есть 7 часов разница во времени между Лондоном и Владивостоком. И... Да, я слышал, что там есть как интереснее микси азиатская и русская кухня. И мне очень нравится русская кухня и мне очень нравится азиатская кухня. Поэтому я думаю, что было бы интересно. Хорошо. Карим, вы упомянули Киев, сказали, что вы хотите работать в Москве или в Киеве. почему Киев и расскажи... Я знаю, что вы недавно ездили в Киеве. я только что был в Киеве. Расскажите, пожалуйста, а ваш поезд понравилось вам там или нет? Почему вы ездили? Хорошо. Целую поездки была работа. У меня есть знакомая, которая живет между Кипром и Украиной. И я договорился отвезти две из Умашины с Кипра в Украину. Поэтому мы повезли машины в Атми. Первым были на лодке в Грецию, а потом мы повезли машины на Македонию, Сербию, Генгрию, Венгрию, в Украину. И когда мы приехали, мой друг договорился, чтобы я останусь на несколько дней в Киеве, чтобы выйти в город. Мне очень понравилось. это очень красивый город, много парков, город является зеленым, не является выглядит и не так дорого, очень вкусная еда, и люди говорят по-русски. Вы ехали на машине через всю Европу. через Европу в Греции, а потом не Европу в Маседонию, а потом Европу, а потом не Европу. Это было трудно, трудно, но интересно, очень-очень интересно. карим, вы часто ездите на родину или нет? Я знаю, что вы с Кипра, мы уже сказали, что вы с Кипра. Я была один раз только на Кипре, мне очень понравилось, там красивое море с прозрачной голубой водой, солнце, танцы, традиционные танцы киприотов. Скажите, пожалуйста, часто вы там бываете и просто расскажите немного о Кипре. На самом деле я лечу туда завтра. Это мой родной город, там же большая часть моей семьи, большинство моих друзей. Это, конечно, очень красиво. Из-за того, что там очень безопасно у нас могли быть свободы с раннего возраста, поэтому я думаю, что мне очень повезло, что я там вернулся. Есть проблемы, это не как в отпуске каждый день, я думаю, что не есть так много возможностей для работы. В бизнесе, например, я уже там работал несколько месяцев летом и проблема, что связи важнее всего, талант, трудолюбие, они все важны, но связи могут помочь вам добить себя успеха. И мне не очень нравится эта система, поэтому я не думаю, что я буду там работать в будущем, но не знаю, посмотрим, посмотрим, что будет. в будущем. Карим, последний вопрос. Какие планы у вас на будущее? Собираетесь ли вы сейчас дальше работать или будете продолжать учиться? И какое место будет занимать русский язык в будущем? Будете ли вы работать с русским языком? Как я уже сказал, я хочу посмотреть, могу работать в Москве или в Киеве, но один год. Но в будущем это большой сейчас страшный вопрос сейчас. Я даже не студент, я думаю, что я уже безработник, я безработник, я не студент. Еще не было церемонии, была уже церемония? Нет, нет, это в понедельник. Ну вот, еще до понедельника. Ой, окей, я студент, я пока студент. Да, у меня есть какие-то планы по работе, но, честно говоря, не знаю, я могу сделать тоже мастерс, но не знаю, где или что в ближайшие несколько месяцев. Я надеюсь повезти моего друга в США мы будем путешествовать на машине по Америке. После этого взрослая жизнь. Карим, большое спасибо вам за интервью. Я очень рада, что мы поговорили, что вы рассказали о своих планах. Я желаю вам удачи в будущем, чтобы вы нашли хорошую работу, если вы решите учиться, продолжать, чтобы вам было интересно, чтобы вы нашли работу там, где вы хотите. Я надеюсь, что русский язык все равно будет в вашей жизни, что вы будете продолжать русский язык. Если будут вопросы, то спрашивайте, обращайтесь, спешите. Спасибо большое, Мария. И да, лайк и субскрайб. Я забыл сказать, что я был в Чернобыле. и субскрайб. И да, и субскрайб. И да, и субскрайб.